Дворец культуры Родина на минувших выходных принял самых одаренных детей региона. Там прошел открытый конкурс «Союз талантов Подмосковья». Давайте поаплодируем всем тем, кто живет в этой области, и всем тем, кто принимает сегодня в этом замечательном зале вас, дорогие друзья. В ожидании своего выхода на сцену юные артисты снова и снова репетировали номера, доводя до совершенства каждое движение. В мини-сцену превратились все свободные уголки здания, коридоры, лестницы, фойе. Коллектив «Вейвлайф» защищает на конкурсе честь родного города – Подмосковного Красноармейска. Девочки звонко отбивают ритм каблучками. Художественный руководитель Алексей Савичев за считанные минуты до выхода на сцену устроил подопечным контрольный прогон номера. Номер вы видели в этих костюмах, он называется «Мамбо Итальяно» в исполнении степа. В этом танце сочетается и хореография, и музыка, и развиваться необходимо и в том, и в другом направлении. Если я смотрю на них, они косячат, но я, понимаете, что чувствую, что такое, что-то не так, давайте переделывать. А когда я смотрю на них, они классно выступают, а потом получают там какие-то первые или гран-при, то я чувствую, что мы делаем правильное что-то, и это оценивается, это признается. И, конечно, полное удовлетворение всегда после конкурсов. Коллектив «Родничок» из села Новопетровского исполняет номера в русском народном стиле. Девочки танцуют с ложками, расписанными под хохлому. Танец так и называется – лошкари. Я сама занималась народным, и занимаюсь еще и до сих пор, и танцую в ансамбле, и поэтому, ну, это то, что мне близко. Вот стилизация, ну, и народная, народно стилизованная, классика – вот это то, что в мое направление, да, а современное – не мое. Всего в конкурсе «Союз талантов Подмосковья» приняли участие около полутора тысяч человек с танцевальными и музыкальными номерами. Завершился вечер гала-концертом и награждением победителей.